Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы продолжаем разговор о заповедях блаженств. Сегодня мы поговорим о миротворцах. Наш гость – протеирей Фёдор Бородин. В Ветхом Завете о мире говорится множество раз. А вот слово «миротворцы», как утверждают исследователи Священного Писания, встречается только однажды – в книге «Притчей». Коварство в сердце злоумышленников – радость у миротворцев. Это понятие восходит к библейскому представлению о мире. Вся история народа Израиля была наполнена войнами, конфликтами, враждой. Времена мира и стабильности наступали редко и длились недолго. Мир воспринимался как божественный дар. В Новом Завете, в Нагорной проповеди Христа, миротворчество – одна из заповедей блаженства. Здравствуйте, отец Фёдор. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о следующей заповеди блаженства. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сыновьями Божьими. Мы знаем, что Сын Божий – сам Христос. Сын Божий – это единородная любовь Отче, пришедшая в этот мир. Это Слово Его, которым этот мир живёт. И при этом сам Христос очень часто говорит, что «не мир пришёл я принести на меч». Мне кажется, надо вспомнить, что в одном из своих посланий апостол Павел словом «мир» нарекает самого Христа. Он есть мир наш. Мир какой? Мир. То есть тот, в ком примирился Бог и человек после разрыва, Адамова разрыва, который осуществляется в каждой нашей жизни. Апостол Павел в послании к эфесянам пишет. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею. А закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на Нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Бунт людей против Бога начался с грехопадения прародителей – Адама и Евы. Но пришел Христос. Апостол Павел называет его вторым Адамом. Примирение с Богом, на самом-то деле, оно выходит за границы каких бы то ни было назиданий. Он приносит себя в жертву, и эта смерть страшная, мучительная, она примиряет все человечество с Богом. Христос не только проповедует, Он осуществляет это примирение. И вот задача наша – это войти вот в это примирение, ощутить, принять Его своими делами, поступками. От Бога отсоединяемся, и поэтому мы нужны примиряться. Когда мы со Христом, мы ощущаем этот мир. Когда мы причащаемся, когда благодать касается нашего сердца. Потому что мы понимаем, что в Боге не может быть никакого рожденности, никакого противостояния. Что в Царстве Божьем не может быть никакой вражды. Она там полностью исключена. Неслучайно апостол Павел говорит, что уже нет в церкви ни елены, ни мужеского, ни женского, ни рыба, ни свода. То есть все то, что разделяет людей, все то, что противопоставляет их друг другу в этом мире, в церкви и в будущей жизни, оно уже не будет иметь места. И поэтому отсутствие вражды, мир – это действительно тайна будущего века, тайна Божия. Христос – восстановление мира с Богом. И припадая к Нему, подражая Ему, мы примиряемся с Богом в Нем. Для нас слово «миротворец» сегодня уже имеет такой политический оттенок. Человек в голубой каске, с автоматом, никак не похож на того, о ком говорит Христос. Вот вы говорите, мир – это то, что примеряет человека и Бога. То есть миротворец – это тот, который каким-то образом вот эту связь может восстановить. Глядя на которого, мы в себе пытаемся восстановить эту связь. По мысли Анна Златооста, Христос не только осуждает взаимное несогласие, но требует, чтобы мы примиряли несогласие и других, так как дело и Единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенные и примирить враждующие. Чтобы быть миротворцем, нужно обладать достаточным авторитетом. Авторитетом не оружия, а авторитетом убедительности, авторитетом духовности, авторитетом рассудительности. К сожалению, действительно, те, кто вообще-то называются миротворцами и призваны устанавливать мир, увы, как правило, сеют, наоборот, еще большую вражду. Потому что к чему, по сути, призвать миротворец? Есть две противоположные стороны, которые защищают свои интересы. А мир предполагает то, что человек все-таки должен поступиться своими интересами, своей точкой зрения, своими убеждениями, в чем-то, хотя бы где-то как-то, чтобы принять другую точку зрения, чтобы где-то принять и другие интересы, да, подумать и о них тоже. Мы начали с заповеди «Блаженный нищий дух», заповеди о смирении. Смирение и слово «мир» — однокоренные слова. Тот человек, кто умеет смиряться, он распространяет вокруг себя мир. Это очень-очень просто. Если в коллективе есть один человек, который по-настоящему умеет по-христиански смиряться, то тогда в этом коллективе что-то можно делать. И все будут за него держаться, и все будут, может быть, на нем ездить, для начала, но все будут его ценить, вот, потому что он может с смирением выслушать, он может уступить, да, ему важно поступить правильно, а не по-своему. Если умеет смиряться начальник, это вообще золотой слиток, потому что тогда в коллективе не работают страсти, и всем тогда легко и просто. Вот один человек, имеющий в себе этот мир, в качестве смирения такого, да, сияющий, он готов переделать вокруг себя очень многое. Мир на языке священного писания, вообще на языке ближневосточных культур, означает не просто отсутствие вражды или войны, а абсолютную полноту благоденствия, благополучия, в том числе и в повседневном быту, в трудовой жизни. И с этим связано известное приветствие, вот, как раз у этих ближневосточных народов. Стандартное для этих народов приветствие имеет форму пожелания мира. Для священного писания характерно постепенное перемещение акцента с внешнего мира на внутренний. Внешний аспект мира — это благополучие во всем том, что человека окружает. Внутренний аспект мира — это мир в его собственной душе. В более ранних пластах священного писания Ветхого Завета внимание сосредоточено на внешнем мире. И этот внешний мир мыслится как некое вознаграждение Бога за человеческую праведность. Это мы видим как в масштабе жизни одного какого-то отдельно взятого праведника. Это видно на примере Авраама, Исаака, Якова, древних праведцев. Так и в масштабе целого народа, народа израильского. То есть, если народ хранит верность Богу, если этот народ возглавляется такими же верными Богу правителями, то это проявляется и в благоденствии, благополучии в общенародном масштабе. Постепенно приходит осознание того, что праведность может и не вознаграждаться здесь и сейчас, в этой жизни, в этом мире, вот этим величайшим даром мира и благоденствия. И в связи с этим, или по мере осознания этого, внимание постепенно с мира в его внешнем аспекте перемещается на мир в аспекте внутреннем. То есть, на мир душевный, мир духовный, который может быть приобретен и установлен даже в обстановке внешней вражды. Стижание внутреннего духовного покоя, внутреннего мира, мира в душе, является высшей, наивысшей ценностью с точки зрения Библии. И эта ценность самодостаточна и не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Наша главная молитва литургическая, первая молитва литургическая, мирная, их тенья, она говорит об этом. В мире Господу помолимся. Иногда людям кажется, что это всем миром сообща. Нет, в мирном состоянии. В мирном состоянии. Потом о свышнем мире, о спасении душ наших, о мире всего мира, благосостояния своих Божьих, и постоянно слово «мир, мир, мир» звучит. В нашем богослужении очень много говорится о мире. Причем есть несколько случаев, когда о мире говорится, а рядовой прихожанин этого не понимает и не чувствует в силу тех или иных причин. Классический пример – это начало Великой Екатеньи. Миром Господу помолимся. У неподготовленного человека может создаться впечатление, что речь идет о совместной молитве. Помолимся миром, то есть все вместе. На самом деле речь идет о молитве мирной, о том, что молиться нужно в состоянии внутреннего мира покоя. Греческий оригинальный текст об этом свидетельствует с очевидностью. Прошение о мире звучит множество раз. О свышнем мире, о мире всего мира, о временах мирных. Часто люди не понимают, что речь идет о мире, а когда звучит это слово «мир», только оно понимается ошибочно. В смысле мира как космоса, как вселенной. Например, возглас такой есть в нашем богослужении, относящийся ко Христу. «Ты бы еси царь мира и спас душ наших». Можно подумать, что речь идет о Христе как о царе всего сотворенного мира. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, что он царь мира в смысле противоположности вражде. Ну а сам факт столь частого упоминания о мире в богослужении свидетельствует о том, что мир воспринимается и переживается как действительно высшая ценность о даровании которой мы просим Бога непрестанно. Мы так много просим об этом мире во время богослужения, потому что мы все изранены его отсутствием. И нам всем это очень больно. Мы приходим в семью к себе. Так хочется за окном вот этот хаос полный, неприязнь, использование друг друга. Мы хотим, чтобы здесь был мир, а его и здесь нет. И здесь его нет, потому что его нет там. Его нет внутри нас прежде всего. То есть каждый человек тогда обязан стать этим миротворцем. То есть прежде всего вот этот мир творить внутри себя. Господь говорит, любите врагов ваших и будьте совершенно, как совершен Отец ваш Небесный, который благ неблагодарным и злым. И действительно, на первый взгляд кажется, что такое требование, оно является ожиданием чего-то заведования невыполнимого. Вернее, можно сказать, почему он должен любить тех, кто мне враждебен. И светская наука, психология, она вообще не может это объяснить. Почему нужно прощать? Почему я не должен быть враждебен? Потому что нет ценностной скалы, нет мотивации, которая бы заставила это делать. Но Евангелие задает, она призывает нам к тому совершенству, которое есть у Бога. Будете сынами Отца вашего Небесного. И кто такие враги? Нам докажется, что враги – это люди, которые делают нам заведомое зло, которые что-то против нас замышляют, которые делают нам или могут сделать что-то плохое. Но на самом-то деле, несовершенно в Евангелии сказано, что враги – человеку домашний его. То есть врагами могут быть самые любые люди, даже самые близкие, даже самые значимые. И мы хорошо знаем, что на самом-то деле сложнее всего отношения складываются даже не с какими-то там коллегами по работе, не с соседями, а внутри семьи. Здесь бывает сложнее всего, здесь всего труднее, потому что отношения с этими людьми, они требуют от нас наибольшей самоотдачи, наибольшего самопожертвования. И тем самым врагу могут быть кто угодно. Мы можем это осознавать, не знать, понимать и не понимать. И вот если действительно к этому стремиться, любить врагов, то есть стараться, чтобы моя любовь не была обусловлена отношением ко мне, других людей, то тогда враждебность будет исчезать, она будет уходить из жизни, она будет вытесняться любовью. Поэтому практика мира – это желание торжества любви. На самом деле, я не знаю, в каком ужасном состоянии мы сегодня все живем. Стоит только открыть какую-нибудь социальную сеть, почитать какие-то комментарии. В общем, ладно, люди не верующие, не христиане, но чему-то не научились, чего-то не прочли, не знают о Боге, как о мире. Могут быть разделенными по-настоящему и злобой, и политическими страстями, и каким-то действительно большим недовольством социальной несправедливости в том числе. Но когда христиане проклинают друг друга, когда люди выплескивают какие-то бездны ненависти в этот мир, а потом идут в храм молиться, миром Господу помолимся. А мне кажется, вот эти социальные сети, они вдруг обнаружили то, что раньше мы просто о себе не знали. И действительно оказывается, что человек, который в прямом общении, может быть, очень приятным собеседником, позволяет себе такие вещи, просто какие-то бесчеловечные, уж даже не христианские, а просто которые невозможны. Почему они провоцируют, так это не знаю, кто на это ответит, но они провоцируют. Но опять же, они являют то, что есть внутри человека. По данным статистики, в 79% случаев агрессии в интернете обидчиком выступает незнакомый для жертвы человек. В реальной жизни жертвы знакомы с агрессорами всего в 8% случаев. 80% пользователей интернета, подвергшихся агрессии, испытывают ответный гнев. Вторая по значимости эмоция – страх 20%. 17 слов из тысячи, написанных пользователями ВКонтакте – это мат. Это самый высокий показатель из всех популярных в России соцсетей. На втором месте – мой мир, на третьем – Твиттер и Одноклассники, а меньше всего ругается матом Фейсбук. 13 слов из тысячи. Психологи выделяют шесть причин агрессивности пользователей интернета. Анонимность – мои поступки не могут быть соотнесены с моей личностью. Невидимость – никто не видит, как я выгляжу и не сможет осудить меня. Ощущение асинхронности – мои действия происходят не в реальном времени. Солепсическая интроекция – я не вижу этих людей, но могу угадать, кто они и какие они. Диссоциативное воображение – это нереальный мир, этих людей не существует. И отсутствие авторитетов – здесь некому за мной присматривать, я могу чувствовать себя свободно. Четыре черты личности выделили психологи у интернет-троллей. Макеавелизм – готовность манипулировать другими. Нарциссизм – самовлюбленность. Психопатия – отсутствие сочувствия и раскаяния. И садизм – получение удовольствия от страданий других. Вот эта вот злость и разделение, и не просто немирность, а вот такое состояние ада, по-другому никак не надо, потому что ад, он такой, мне кажется, он все время бушующий, разделяющий, разрывающий, пожирающий, сжигающий. Оно вот как зараза. Действительно, я как-то думаю в последнее время о том, что заразиться болезнью можно очень быстро, и люди заражаются очень быстро любой болезнью. Болеют все вместе. А вот выздоравливать приходится каждому самому по себе. Ну, не самому по себе, а во Христе, потому что Он есть мир наш. «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» – одно из самых известных высказываний преподобного Серафима Саровского. Близкий нам по времени святой, своей жизнью он фактически вернулся ко временам зарождения монашества и повторил, казалось бы, неповторимые подвиги первых монахов эпохи древнего христианства. Тех, кто оказывался рядом с ним, преподобный учил прикладывать все усилия для того, чтобы хранить мир душевный. «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух», – сказал он некоему иноку. И сам пояснил, что это означает. «Привести себя в такое состояние, чтобы дух человека ничем не возмущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому или слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях и гонениях, которые приходят ко всем желающим идти спасительным Христовым путем». С чего начинается вот этот путь к себе самому, путь к этому миру, когда ты в таком раздрае, когда весь мир, кажется, мир, да, мы это слово произносим двумя смыслами, вот, весь мир, кажется, против тебя ополчился, когда все не так, когда ты ни с чем не можешь согласиться, ни с чем не можешь примириться. – Ну вот, для меня он начинается с ужаса о себе самом. Да, вот я такой, да, вот он результат. Вот, мне кажется, что мы достаточно давно уже в церкви, да, и у нас есть тысячи и миллионы людей, которые там 20 лет в церковь ходят, да, и вот это время плодов, когда Господь тебе может сказать в любой момент, покажи, чему ты научился, умеешь ли ты сохранить мир, это же тоже вопрос, умеешь ли ты не обижаться, не раздражаться, да, а тебе показать нечего. И мы оказываемся в ситуации, вот, ну, представьте себе, там, правительство Москвы строит шикарную, огромную музыкальную школу, заказывает в Германии орган небольшой, набирают туда педагогов и зовут, допустим, на открытие, ну, Башмета, например, да, зовут, и вот он приезжает, ему все нравится, а потом он просит какого-то педагога что-то сыграть, одного, второго, и у него опускается лицо, потому что он понимает, что играть они не умеют. Понимаете, вот мы восстановили храмы, да, вот мы украсили, вот мы написали иконы, вот мы издали почти всю литературу, у нас есть ресурсы, где мы что-то обсуждаем. Господь может сказать, а покажи, чему ты научился, сынок, вот я тебя чуть-чуть, ты можешь мир сохранить или нет? Вот чуть-чуть подрезали на дороге тебя, там, на ногу тебя наступили в автобусе, там, там, жена не тут ужин приготовила, да, покажи, ты умеешь или нет? Вот, а потеря мира мной по пустякам, потому что это все пустяки, да, из-за чего мы его теряем, мной должна восприниматься как беда, понимаете, я шел, сломал ногу, это беда, да, это я воспринимаю, а я потерял мира на кого-то, наорал, это я не воспринимаю. А ведь вот это состояние немирное, оно не дает молиться, оно отнимает покаяние, оно перекрывает доступ к любви Божией. А я почему-то этого не чувствую, да, я не переживаю это как травму несовместимую в жизни. В древнем Патерике есть такая притча. Авва Павел и Авва Тимофей, брат его, жили в скиту. И между ними, как это случается между самыми близкими людьми, возникали несогласия и даже ссоры. Однажды Авва Павел сказал, долго ли нам жить так, в немирном духе? Авва Тимофей ему отвечал, сделай милость, когда я буду немирен и оскорблю тебя, ты меня потерпи, а я буду терпеть, когда ты меня оскорбишь. Так они и сделали, по уговору. И тогда между ними воцарился мир, и они были покойны во все остальные дни свои. Вы знаете, этот добродетель, она иногда может реализовываться в очень интересном таком служении. Вот мой покойный отец, он был достаточно большим начальником в метрострое. И на его похоронах было там около 300 человек. И вот ко мне тогда юноша подходили его подчиненные женщины, говорю, у нас никогда больше не будет такого начальника. Спрашивал, почему? Потому что вот где был Саша, там всегда был мир. Более того, если где-то в метро, в Союзе, допустим, в Баку или в Ереване назревал конфликт, его обязательно включали в состав делегации. Потому что у него было такое мастерство. Он приезжал и так умел посадить людей, и так умел провести разговор, что все начинали мириться. И это христианское служение. Очень многие из нас боятся не дочитать причастные правила, потому что боятся причаститься в суд или в осуждение, потому что что-то не дочитали, какого-то канона или молитвы. Но совершенно не боимся. А там ведь написано. Совсем не боимся идти вот в этом состоянии, немирном, потерянном состоянии к Чаше Христу. А ведь какова практика? Сначала мы читаем канон из правила, а потом первое примирись и тебя опечальнившим. И только потом читай подготовительные молитвы. Не то, что на литургии не уйди, а ты готовься только после того, как ты мир со всеми восстановишь. Исполнить эту заповедь можно множеством разных способов. Великим множеством. В зависимости от обстоятельств. Но здесь важно иметь в виду один общий принцип. Основополагающий, который прекрасно выражен у святителя Григория Низского, рассуждающего об этой заповеди. Он говорит о том, что никто не может подать того, чего он не имеет сам. Если ты не приобрел внутреннего мира, то любые твои миротворческие усилия, на первый взгляд, очень продуктивные, могут оказаться тщетными, потому что нет в тебе того, что этот мир может утвердить надолго. Миротворцы, конечно, это люди, которые распространяют вокруг себя тот мир, который у них внутри. Но этому надо служить. Ведь неужели мы не хотим быть сынами Божьими, наречься? Поэтому надо этому служить, надо думать об этом. Вот моя семья. Я здесь могу сделать такой порядок, чтобы здесь стали неуместны ссоры? Прежде всего, начиная с того, что я иногда промолчу, не сделаю замечания. Могу. Вот оно миротворчество. Это реальная работа, которую можно совершать каждому из нас. Спасибо большое, Тес Федор, за этот очень важный для нас разговор. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...